Помните художника, который пообещал рисовать по картине в день? Художник сказал, мужик сделал. Закончить челлендж было нелегко. Под конец вдохновения пришлось выжимать из себя по каплям, рассказал Игорь Бурдиян. Но коллекцию продавать он не будет. Выставка Игоря Бурдияна открылась в столичной библиотеке. Все 365 картин заняли фойе и большой читальный зал. Репортаж с выставки от Анны Кучеренко. То, что увидели, в шоке, это мало сказать. Сложно пройти мимо центральной городской библиотеки и не зайти, когда тут такая красота. Выставка Игорь Бурдиян, проект 365 дней по картине в день. О, привет, ребята, привет! Здравствуйте, мы немного раньше. Проведете нам экскурсию? Ну, проведем, если надо, конечно. Ну, идемте тогда. Пойдемте, пойдемте. Мы сначала все начали разлаживать с балкона, так сказать. Вот, пошли по балкону и потом поняли, что у нас не хватит совсем места. Мы потом перешли в читальный зал. То есть, потому что 365 картинок, это, ну, 300 метров надо. Вот так Игорь готовился к выставке, чтобы привезти все 365 картин, для них сшили специальные сумки. Саня, сколько осталось картинок? Вы, наверное, сами, да, не помните всех своих картинок? Нет, конечно. А вот когда их развешивали, рассматривали, это я нарисовал. Да, 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 рассматривала. И удивлялся, вот как же это я вот так положил, вот этот цвет на этот цвет. Ну, сочетание цветов правда необычное. Мы подошли к одной из любимых работ Игоря, номер 273. Кто это тут изображен? Это музыкант, джазовый музыкант. Вот, я его слушаю очень часто. На самом деле, свой саундтрек есть к каждой картине. Об этом знают подписчики Игоря в Инстаграме. Игорь Меломан с разносторонними вкусами. И на выставке много портретов музыкантов. До выставки остается 20 минут. До открытия переживаете? Нет, что переживать. Тогда расскажите мне, с чего все началось. Я, наверное, об этом уже много раз говорил, и вы, наверное, все это сами знаете. Или где-то прочитали, или я вам облупил. Ну, тогда я сама расскажу. Ну, лучше будет так. Договорились. Так будет круче, да. В общем, дело было так. Автор картин Игорь переживал трудный период в своей жизни и решил спастись творчеством. Бросил себе вызов. Рисую каждый день по картине. 365 дней. Челлендж стартовал с дня рождения художника. И все началось вот с этой картины. На ней торт, а тут свечка 59. Весь год, каждый день выставлял свои работы в Инстаграм, чтобы быть в ответе не только перед самим собой, но и перед своими подписчиками. К слову, я и мои коллеги тоже часто были у Игоря в гостях, следили за его творчеством. Яна Раховская рисовала датские домики, а я вот эту картину с рыбами. Кстати, это номер 223, тот период, когда Игорь уже хотел все бросить, будто бы у него и вдохновение исчезло, но, как говорит художник, пацан сказал, пацан сделал. Все это вылилось в большую выставку. Зрители уже собрались, а сам художник, как настоящий джентльмен, дарит дамам по веточке белой хоризонтемы. Да и вообще атмосфера царит волшебная. Очень сложно придумывать, это очень долго, возможно, процесс придумывания картины 5-10 раз дольше, чем само изготовление работы. Мне понравилась сама идея, в том плане, что я люблю тоже эксперименты какие-то, такого плана делать в искусстве, ну, в работе. А здесь, ну, 365 работ в год написать, мне это как бы заинтересовало. Я, конечно, одобряю, здесь, вот как он сказал, когда выступал, что кое-что воровано. Нет, оно не воровано, оно взаимствовано. Нельзя самому действительно все время что-то придумывать. Сознанность его великолепна, я считаю, дай бог, творческих эмоций. Очень уникальная прямо идея, он вообще человек креативный. Ну, что цепляет в картинах, расскажи. Именно сама абстракция, необычные формы и яркость. Я просто увлекаюсь рисованием, я не ходил в художественную школу. Я вот пробовала месяц рисовать по одной картине, это сложно, а он целый год рисовал. Это человек, который был со мной всегда, но он был за кадром. Каждый день он был со мной. Вот так все произошло. Ты папе помогал, знаю, что весь год. Что входило в твои обязанности? Ну, папа рисовал, я приходил, снимал, выбирал музыку, накладывал, все, выкладывал. Ругались? Часто, да. Помнишь вот картины, на которых папа хотел сдаться? Ну, хотел сдаться два-три раза, но прям, чтобы он мне говорил, я, наверное, все кончу, какого нет. По телевизору увидел про него репортаж. Я иду специально по хронологии, и вот чувствуется начало, у него прям такой подъем, там, январь, такой вот все. Потом февраль, март, такой немножко спад. Такое, из фильмов, из книжек какие-то образы. Потом ближе к лету опять какой-то подъем. Я так вижу. Вот прикольные, которые там с лицами. Очень интересно выразил эмоции. Ваня, знаю картину, которая тебе сто процентов понравится. Так, знаю. Смотри. Картина номер 281. Как тебе? Красиво. Что тебя тут привлекает? Сама необычная раскраска, ну, и его прям взгляд, который смотрит в душу. Все хорошо, да. То ли еще будет. 365 картин здесь будут еще месяц. Приходите насладиться творчеством каждый день с понедельника по пятницу. А вот картины художник, кстати, не продает. Но если его очень сильно попросить, нарисует для вас точно такую же. Открытие выставки удалось, художник доволен. Или, как он скромно себя называет, он не художник, он просто рисует. Анна Кучеренко, Данила Кузьменко и Михаил Белый. Отражение.